Всем салют! Сегодня у нас небольшой выпуск из Киева. Я хочу вам показать Облонский район, а именно Облонскую набережную и парк Наталка. В 2017 году его отреставрировали и сейчас, по-моему, это один из самых лучших парков в Киеве. Я считаю, что снимать про Киев всего лишь один выпуск нет смысла, потому что в этом городе мне учиться еще как минимум три года. И поэтому я решил снимать самые интересные его места и показывать их вам, чтобы вы также прочувствовались этим городом и полюбили его, как я. Продолжение следует... Мы идем искать шаурмечню, хотим сделать шаверм-обзор, да, и сделать потом рейтинг шаверм в Киеве. И обязательно к ним будем прикреплять адреса, чтобы вы также могли отведать эти произведения искусства. В общем, друзья, мы съели шаурму. Она была относительно вкусная. Давайте поставим я оценочку. Да. За вкус я ставлю 8 из 10 баллов. Мяса в ней было относительно много. Мне очень это приятно удивило. Так что я ставлю 9 из 10 баллов. Повар был очень аккуратный, опрятный. В перчатках и в колпаке все пожелания выполнил. Так что повару можно поставить 10 баллов из 10. Цена у нее 60 гривен. Ну, в принципе, у нас такая по району везде. За цену я, наверное, поставлю 8 баллов, да. Ну, можно было бы подешевле ее сделать. И итоговая оценка. У нее будет 8 лавашей из 10. В принципе, уверенно врывается в наш рейтинг шаверм в Киеве. Ну так, ребятки, я оценю эту шаверму на 7 лавашей из 10. Вот такие колодцы стоят практически во всех дворах. И там вода из источника бесплатная абсолютно. То есть туда можешь прийти со своими бутылками, набрать воды и пить воду. Да, очень интересно. Я такого еще не видел. Только в селах, по крайней мере. Начинает темнеть, я прикупил себе мороженое. Это, кстати, мое любимое мороженое в Украине. Да, называется оно Крещатик. Стоит там всего лишь 40 гривен. На самом деле, прям, знаете, как киевский торт в мороженое засунули. Это просто для меня очень вкусно. И рекомендую всем попробовать. Да, кто любит мороженое, особенно вкусненькое. Мы пришли в парк Маталка. Очень прекрасный парк. Здесь есть свой гольф-центр. Очень много спортплощадок и беговых дорожек. Ирина Павлович. Парк сразу видно, что сделан для людей, потому что в парке присутствуют беговые дорожки, велодорожки, большое количество спортивных площадок, а это самое главное, чтобы в парке можно было и отдохнуть, и позаниматься спортом. Оболонская набережная продолжает улучшаться, и в ближайшие годы здесь планируют построить шикарный пешеходный мост на Оболонский остров, на котором будет располагаться новый пляж. Я сейчас иду кататься на картингах, обязательно вам все покажу и расскажу наглядно, как это все выглядит. Готово? 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 Продолжение следует... 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 Возле Майдана находится главная улица страны, это Крещатик. Она настолько большая и красивая, что нельзя просто перестать любоваться. Продолжение следует...